Горожане, самое главное, довольны. Когда горожане скажут, тогда и будут довольны. А пока надо просто нам перестраиваться. Михаил Александрович, вот исходя из этого, планы по городскому электротранспорту какие? Поделитесь, пожалуйста. Мы, как проговаривали, начиная с Ленинского депо, если говорить про укомплектованность кадров и про следующий шаг, который еще не досделан, нам необходимо увеличить количество водителей на троллейбусах, чтобы мы могли перевозить количество горожан и убирать дублирующие маршруты автобусов. Это последний шаг, который принципиально даст экономику в целом для предприятия. Михаил Александрович, по увеличению количества работающих на троллейбусах, смело положительную роль увеличение заработной платы? Вот вы скажите, сейчас время прошло, какой дефицит водителей троллейбусов и какие проблемы существуют в этом? Вот насколько докладывали, 25 водителей троллейбусов уже вернулись, они работают. В 2013 трамвай вернулись на этот уровень заработной платы. Учебные классы, порядка 70 человек уже на выходе будут. Там водители, которые, как мы говорили, первый день, первый стаж, первый стаж работы. И на сегодняшний день еще нужно порядка, наверное, 80 водителей. Да, 80 водителей, это, Вячеслав Ильич, чтобы нам закрыть, мы сейчас в данный момент работаем 12-часовой график. Чтобы нам, горожан, возить с 6 утра, как это было раньше, и до 23 часов, нам надо переходить на 8-часовые рабочие графики, но в две смены. Вот для такого режима работы нам необходимо еще 80 водителей. Но у Вас этот состав, он не заполнен из-за дефицита или по какой-то другой причине? В свое время штатное расписание было убавлено и перевели на 12-часовой рабочий день, чтобы, ну, для экономии фонда оплаты труда. А сегодня людей наоборот. Экономия фонда оплаты труда. У Вас, видимо, решение, вообще, само по себе неправильное было изначально. Вот все те решения, о которых Вы говорите, приняты, они были не только необдуманными, но могли привести полностью к развалу предприятия и исчезновению СГЭД. Вот сейчас у Вас дефицит 80 человек заполняется. Вы как видите, вот после тех решений по увеличению зарплаты, или все-таки этот дефицит может быть не заполнен по каким-то другим причинам? Нет, этот дефицит мы заполним, и тут решение такое. Чтобы выйти на мостобусах, как конкурентов, нам необходимо увеличивать, уменьшать интервалы движения. Мы сейчас все нормативы приводим к маршрутной карте. То есть у нас положено по пятому маршруту 24 единицы. Не как сейчас ходит 13. А чтобы интервал был 2-3 минуты, для этого надо 25, чтобы единица была на технике. Сейчас тот подвижной состав, который мы получили, позволяет это сделать. При наборе водителей вот к этому и стремимся. И тогда вот, когда мы к этому придем, тогда можно будет уже говорить о том, что можно будет вот эти дублирующие маршруты убирать. Я правильно понимаю, что у Вас набор водителей будет идти параллельно с увеличением количества транспорта, который пойдет на Ленин. Совершенно верно. Вы исходите из того, что на будущий год у нас в планах, в рамках лизинга, приобретение 30-35 единиц техники троллейбусов новых. И мы будем работать. Получается, тогда после обновления у Вас 97 на сегодняшний день есть, и плюс 35 у нас придут новых. Остальные нужно приводить, соответственно, к нормативному состоянию через ремонт. Смотрите по той технике, которая у Вас сейчас, в общем-то, выбыла. Ее можно будет в течение этого времени приводить в порядок. А дальше будем уже стараться, чтобы обновление было ежегодным на системной основе. Но Вы правы в том, что нужно наращивать количество троллейбусов на линиях. Только это обеспечит и конкурентность, и даст возможность людям пользоваться транспортом троллейбусным, системным, потому что не будет вот этих перебоев. И говорите, если что-то нужно дополнительно для того, чтобы стимулировать, в том числе, приток сюда кадров и сделать профессию более престижной. Вот скажите по зарплатам, что у Вас получается так вот объективно? Потому что, Сергей Иванович, Вы сколько заработаете? За 30, да? Я заработал за сентябрь, за 14 дней 53 тысячи. Что это Вы называете? Я просто полмесяца был в отпуске и полмесяца отработал. У меня получилось, ну, там, 3 или 4 дня выходных я еще выходил. Вот, получилось 53 тысячи. В сравнении с тем, что было? В сравнении с 14 тысячи. Выше крыс. А у Вас как? Может быть, это... На раке случилось 90-2,5 тысячи. Это человек, у которого 30 лет старше. Первого класса. 30-80. Да, 30-80. 30-80. А у Вас как? У меня тоже в отпуске было, всего 6 дней отработало. 26 тысяч получило. А раньше 26 тысяч нужно было 2 месяца без выходных работать. А это за 6 дней всего. У нас это как мотивирующий пастор. Конечно, мотивирующий. Будет, вернутся люди. У нас возвращаются люди, идут, да? Люди уже вернулись. Уже вернулись. Там из Питера собираются. Да, возвращаются. Обращаются. Молоково едет. К нам. К вам. Да. К нам. Понятно. Свердель. Ну, так что вот. Обнадеживает. С автобуса переучиваться идут. Это обнадеживает. Давайте тогда вот займемся, с одной стороны, пополнением парк, и эту проблему не будем снимать с контроля, а с другой стороны надо решать вопросы, в том числе модернизации базы существующих. Понятно, все подкрасили, внешне это все стало выглядеть несколько иначе, но надо, чтобы внутри. Рембаза, в первую очередь. Сейчас мы раздевалки все, вот сейчас вот шумят, раздевалки, туалеты, душевые все в порядок приводим. Заменили кулю полностью. Ну что, это удашки. Окна. Этим надо заниматься. Отопление сейчас меняем. Большую часть жизни проводим на работе, чтобы были условия созданы. Но у вас что в планах? Скажите мне еще. Чем помочь? Человек, очень много вопросов именно по солистарям, по тем людям, которые обслуживают троллейбусы. Но тоже зарплата маленькая у них. Но вы здесь уже экономику начинаете свою балансировать. Если те зарплаты, которые установлены для владителей, они зафиксированы, дальше уже смотрите в рамках своей экономики, поднимайте зарплату и слесарям, и тем, кто занимается обслуживанием. Поэтому мы сейчас немножечко подняли тоже, потому что уже и фиксируем. Решать надо эти все вопросы. А потом, что касается компенсации по льготной перевозке, у вас же большие долги накопились в регионах. 422 миллиона. В прошлый раз я смотрел, когда приезжал, был долг. Сколько вам погасили из этих 422? 320. Ну, вот оставшиеся почти 100 миллионов. Надо, чтобы были погашены. Это можно будет использовать для того, чтобы поднять зарплату и слесарям, и тем, кто работает на предприятии, обеспечивает деятельность. Предприятие работает в несколько проектов, уже внедряется, и на стадии зарплаты сейчас в Сбербанке. Все это цифровые вещи. И карта онлайн, и бесконтактная оплата, и бескондукторную. Сейчас в кондукторную внедряем, для удобства, чтобы водители не отвлекались. Заходишь, прислонил. Ну, смотрите, все эти новые технологии и вообще практики, которые используют в других регионах. Так, чтобы нам тут... Для удобства, подсажировав Вячеслав Викторович, уже сделали полностью, практически весь состав, по 7,7 единиц оборудовали ГЛОНАСом, с Яндекс-картами, с приложением вывели. То есть любой гражданин, сейчас у нас гражданин, может, подойдя к остановке, посмотреть, через кок подъедет транспорт. Очень удобно. Ну, и следующее у нас, это удобство для граждан. Это чисто удобство, не экономика, но привлечение все равно перевозчиков. То есть мы сначала упакуемся цифровыми весь транспорт, а потом весь этот продукт будем уже выводить на остановке. То есть у кого-то есть гаджет, а у кого-то есть вещи, когда можно смотреть, расписание, граждан подъезжают. Спасибо. На день рождения вы зажали. Вам спасибо. Вам спасибо. Это что? С 13 сентября. А, это подарок на день рождения? Ладно. Ладно. А ты поляну обещал. Да. Он обещал, но это у него было перед 13-м. Поляна. А то меня все замучили. Вы приглашали меня в Москву. Я тогда не смог приехать. Ко мне приезжал товарищ, который прошел две чеченских войны. Полковник запаса погранвойск. Жена у него награждена орденом мужества. Майор медицинской службы. Тоже прошла три войны. Вот он это делает сам. Царская чачура. И он сказал, либо пьешь один, либо только с хорошим человеком. Это он делает сам. Лучше вдвое. Идите, пробуйте. Не, вам сегодня ехать, нет? Нет. Ну, тогда пойдемте. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо.